Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот я сейчас сижу, работаю, как обычно, в своей теплице, пикирую подросшие томаты и решила пройти посмотреть все посевы, свои посадки, какие подросли, куда что куда рассадить. Ну, короче, технические моменты. И дойдя до лотков с массовыми посевами, сейчас я перейду, томатов, и глядя на их такие фиолетовые стебельки, я вспомнила, что я не рассказывала вам еще про закаливание томатов. А между тем, в последнее время мне все чаще и чаще присылают фоторассады с желтыми пятнами на листьях. Это естественно, ведь сейчас апрель, май, это идут те месяцы, когда почти все мы начинаем проводить закаливание рассады. И не у всех начинающих огородников оно проходит удачно. Закаливание это очень важная процедура, но чтобы провести ее без ущерба для здоровья растений, необходимо соблюдать все-таки некоторые правила. Вот сейчас я о них и поговорю с вами. Чаще всего закаливание проходит в несколько этапов. Проводится оно у всех по-разному. Кто-то сначала закаливает свои сеянцы, вынося их из квартиры на балкон или лоджию, вот как я выношу из дома, вот сюда. Это считается как условие, почти как на балконе или на лоджии. Причем здесь у меня всякие разные. Есть вот и старые переростки стоят, видите какие. И массовые посевы, которые я приготовила высаживать в открытый грунт, но мы никак не можем дождаться тепла. Вот, это первый этап. А впоследствии эти же растения мы закаливаем еще раз. Уже на улице перед высадкой в грунт. То есть сначала они у вас на балконе на лоджии побыли, потом уже на улице ее, на солнце. Но некоторые начинают закаливание непосредственно сразу перед высадкой на постоянное место, минуя этап вот этого промежуточного закаливания, например, вот как у меня в теплице или где-то в балконе. Так тоже можно делать. Вот я начинаю закаливание в начале апреля, когда выношу свои лотки с рассадой из комнаты вот в эту теплицу, пристроенную к дому. Потом эти же растения я закаливаю повторно, когда отсюда я их выставляю на улицу за несколько дней до высадки в грунт. Вот так у меня проходит закаливание постепенно в два этапа. Растения сначала привыкают к более пониженным температурам здесь стоят, потом уже на улице. Вот у кого в два этапа, у кого в один этап сразу, как бы мы не закаливали свою рассаду, необходимо знать, что закаливание должно быть обязательно постепенным. Нельзя резко менять привычные для растений условия и выносить рассаду сразу на целый день. Хоть это будет из дома на балкон, хоть это будет вот отсюда с балкона на улицу, например, или с теплицы на улицу. В результате такого закаливания, резкого, почти всегда растения получают солнечные ожоги и, как следствие, желтые пятна на листьях. Но начинающие огородники иногда и не догадываются, что это за пятна и откуда они появились. Некоторые даже не подозревают, что рассада так сильно обжигается. Итак, вот самое первое и главное правило – закаливать постепенно. Если вы решили закаливать свои растения на балконе или лоджии, то в течение первых трех-четырех дней выносить рассаду необходимо на короткое время, от двух до четырех часов. Постепенно увеличивать продолжительность солнечных ванн. Но обычно за три дня рассада полностью адаптируется к новым условиям и в дальнейшем ее можно будет оставлять уже на целый день. Вот это вот постепенно, ну как привыкание, оно очень быстро проходит. Если погода позволяет, то растения можно оставлять и на всю ночь, например, на балконе или там даже на улице. Но при температуре ниже 8 или 10 градусов растения все-таки лучше занести домой. Это я говорила про лоджию, например, про балкон, про теплицу. Но те же самые правила необходимо соблюдать и при закаливании рассады на улице. Например, вы не выносили ее на балкон, сразу начали на улицу выставлять. Все то же самое. Начинать постепенно, давая растениям возможность привыкнуть к новым условиям содержания. Это и более яркий свет, и более низкая температура, чем дома, и возможно ветерок. Если на улице стоит очень теплое, бывает даже жаркое в мае, в конце апреля, солнечная погода, то растения в начале закаливания можно притянить. Или не можно, а даже лучше притянить. Первые дни выносить на несколько часов, а через 3-4 дня на целый день. Так они к уличным условиям привыкнут и пересадку будут переносить лучше. Нельзя выносить растения для закаливания с сухим грунтом. Обязательно проверьте перед тем, как вы выносить, чтобы вот грунтик у нас был влажный. Всегда обязательно влажный грунт. Если вы несете с сухим грунтом, рассада на улице быстро завянет. У нее могут пожелтеть листья, и если погода жаркая, может она даже, ну как, сгореть без влаги. Грунт в стаканчиках и лотках следите. Всегда должен быть влажный. Рассаду, которую закаливают пониженными температурами, получается она не вытянувшаяся, она крепкая, выносливая, и в результате она намного легче переносит пересадку в грунт. Не бойтесь, что ваши томаты приобретут сиренево-фиолетовый цвет стеблей. Это значит, что испытания холодом они прошли, им теперь уже ничего не страшно. Я вот сейчас покажу свои фиолетовые. Вот они, кстати, стоят в одинаковых условиях, но не все фиолетовые. Вот этот не фиолетовый, а эти, смотрите, какие. Красавчики. Фиолетовые стебельки, ну такие, как фиолетово-бордовые. И вот малыши тоже фиолетовые. Они стоят здесь, у нас очень холодно тут. Ну вот так, я подытожу быстренько, что нужно учитывать при закаливании рассады. Закаливать постепенно. При температуре ниже 80 градусов растения на ночь на улице не оставлять и заносить домой. И перед закаливанием рассаду нужно поливать все. Если вы будете соблюдать эти простые правила закаливания, вот совсем простейшие, то к моменту высадки в грунт на постоянное место у вас получатся крепкие, выносливые растения, которые дадут вам богатый урожай. Вот эти растения у меня уже закаленные. Мало того, что я их здесь закалила, сейчас завтра будет теплая погода у нас, они постоят еще день на улице, и я их буду высаживать в открытый грунт. Вот это мои массовые посевы для выращивания в тоннеле. Взошли хорошо, чувствуют себя прекрасно. Зеленые такие, сплошным ковром, закаленные, толстенькие. У них такие хорошие толстые фиолетовые стебельки. Вот такую рассаду я люблю. Она стойкая, выносливая, крепкая. Капризничать не будет. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И мои простейшие правила закаливания рассады. Желаю всем удачно закалить рассаду без желтых листьев, без солнечных ожогов, но чтобы она была очень выносливой. Субтитры создавал DimaTorzok